Книги о жизни королевской семьи, кажется, всегда будут актуальными, ведь каждый раз в них всплывает множество подробностей и свидетелей, которые не были известны ранее. Так, Том Куин представил свою новую работу, книгу под названием «Позолоченная юность. Интимная история взросления в королевской семье». В написании этой истории приняло участие большое количество людей, которые когда-либо пересекались с представителями британской короны, один из них, бывший сотрудник Кенсингтонского дворца, открыл Куину тайну о том, почему не задались отношения Мегана Майер-Каэлл и Кейт Миддлтон. Оказалось, герцогиня Сосекская часто ощущала себя ненужной, ведь Кейт практически всегда затмевала ее, а это было не то, о чем мечтала Меган. Маркель мечтала о всемирной славе принцессы, но она упустила тот факт, что ее будут сравнивать с Кейт. Меган всегда проигрывала ей. Также Меган просто ненавидела эти правила и ограничения, которые диктовал дворец. Она ненавидела быть второсортной принцессой, ведь на первом месте всегда находилась Кейт. Больше всего Сосекской ненавилось-то, что ей приходилось следовать указам, она считала, что находилась в бессмысленном королевском кругу. Меган, Маркель и принц Гарри воспитают двоих детей, трехлетнего Арчи и годовалую Лилибют. С родительскими обязанностями супругам некоторое время помогала справляться гувернантка, от услуг которой они довольно быстро отказались. Королевский биограф Фомид Скоби в своей книге о герцоге и герцогине Сосекских под названием «В поисках свободы» рассказал о неудачном опыте пары, связанном с воспитательницей детей в их семье. Они решили нанять ночную няню, чтобы установить график сна и иметь дополнительную пару рук помощи. Но сотрудничество оказалось непродолжительным из-за одного инцидента. Меган и Гарри были вынуждены уволить няню посреди ее второй ночи за непрофессионализм и безответственность, поделился писатель. После удачного переезда в Калифорнию Меган МАРКЛ ясно дала понять своим поклонникам, что не собирается мириться с уставом королевской семьи и в ближайшем будущем собирается вернуть все прелести современного мира, которые еще пару лет назад были частью ее жизни. Одним из таких желаний стало возвращение в социальные сети и ведение личного микроблога. После того, как Меган стала частью британской короны, ей пришлось отказаться от всех аккаунтов в социальных сетях, взамен этого королевства предложило ей лишь общий семейный аккаунт Sussex Royal, в котором можно было публиковать материал, в основном касающийся их с Гарри обязанностей в монаршей семье. Однако недавно в сети стали ходить слухи, что герцогиня планирует свое большое возвращение в социальные сети. Более того, по словам источников, у Меган есть личный секретный аккаунт. Однако королевский биограф Амид Скоби уверяет, что все эти догадки и слухи всего лишь вымысел и мусор. Принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в Виндзорском замке. После смерти герцога Эдинбургского поклонники стали гадать, кому же достанутся его активы и сбережения. Говорят, что младшая внучка его высочистку удостоилась особого наследства. Супруг Елизаветы II намеревался оставить дочери принца Эдварда и его жены, графини Софи, то, чем особенно дорожил. Принц Филипп хотел, чтобы в распоряжении леди Луизы Виндзор были его экипаж и пони для гонок, был Морал Невис и Нотлоушторм, которым девушка сильно привязалась. После смерти деда королевскую особу видели тренирующие лошадей в Виндзорском парке. Младшая внучка герцога Эдинбургского с детства увлекалась верховой ездой и продолжила спортивное наследие принца Филиппа, выступая на соревнованиях по рейдингу. В 2019 году муж королевы с гордостью наблюдал за тем, как его ученица участвует в гонках на королевском Виндзорском конном шоу. «Я старею, моя реакция замедляется, и моя память ненадежна, но я никогда не терял чистого удовольствия от поездки в экипаже по британской сельской местности», – писал принц Филипп в 1994 году. Коронация Карла Третьего – самое ожидаемое, предсказуемое и одновременно с этим загадочное мероприятие этого года. Многие спорят о том, как именно пройдет торжество и какие традиции вернет или же решит позабыть король, но самый животрепещущий вопрос касается, конечно же, гостей. И если вы думаете, что все говорят только о возможном приезде герцогов сосекских, то это не совсем так. Буквально на днях гостем подкаста Офейер Ви с Джейн Энд Фай стал младший брат покойной принцессы Дианой, девятый граф Спенсер, Чарльз Эдвард Моррис, а по совместительству дядя принцев Уильяма и Гарри по материнской линии. Вместе со своим другом Ричардом Кулзом британский аристократ появился на шоу, чтобы анонсировать новый проект под названием The Rabbit Hole Detectives, однако ведущая подкаста Джейн Гарви не упустила возможности задать Чарльзу каверзные вопросы по поводу предстоящей коронации Карла Третьего. Я думаю, что мы никогда не играли в официальные роли, мы просто приходили на мероприятия, как и все остальные из палаты лордов, или те, кто являлся пэром Англии. Хотя сейчас это уже не так. Это не древняя корона, а все эти привилегии, не думаю, что скоро снова воспользуюсь ими. Создатели мультипликационного проекта «Южный парк» решили подшутить над Меган Маркель и принцем Гарри. Они выпустили серию, где высмеяли сосекских. Однако те юморы не оценили и даже, по слухам, намерены подать в суд на обидчиков. Создатели мультипликационного проекта Трей, Паркер и Мэтт Стоун ответили на обвинение. Об этом этом сообщает Daily Mail. В эпизоде «Южного парка» показали «тупого рыжеволосого принца» и его глупую жену, которые хотят эмигрировать и отправляются в «мировой тур по конфиденциальности». Также автора сделали отсылку к мемуарам «Принца Гарри», запасной, которые в серии называются «У». Создатели мультсериала в беседе с ведущим подкаста Дугом Херцогом и Дженом Ченни заявили, что они привыкли к критике своего проекта и уже не могут даже сосчитать, сколько раз за много лет им угрожали судами и расправой. В частности, они вспомнили эпизод 2005 года о томе Крузе и его связи с саентологией. Нас считали контркультурой, католическая церковь всегда охотилась за нашими задницами. В то время люди в Голливуде боялись саентологии. Кейт Миддлтон совсем недавно запустила собственную компанию, которая нацелена на решение вопросов раннего детства «Шарин Куз». Известно, что сама принцесса Уэльская уделяет большое внимание воспитанию своих наследников и довольно строга с ними. Одним из самых непоколебимых домашних правил для девятилетнего Джорджа, семилетней Шарлотты и четырехлетнего Луи является запрет на крики. Об этом рассказал источник The Sun, добавив, что любое повышение голоса в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон решается кардинально, нарушившего правила тут же просят покинуть помещение. Ребенка уводят с места ссоры или беспорядка, и с ним спокойно разговаривают либо Кейт, либо Уильям, пояснил инсайдер, вспомнив, что запрет на чрезмерное эмоциональное проявление чувств мая прошлого года продемонстрировал маленький принц Луи, прикрыв ладонью рот своей мамы во время празднования платинового юбилея правления Елизаветы II. По всей видимости, тогда младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон показалось, что герцогиня нарушает золотое правило их семьи. Кейт Миддлтон продолжает заниматься вопросами раннего детства и развития личности. На днях она прибыла в Лидес в графстве Яркшир, где посетила продуктовый рынок Киркгейт и с радостью пообщалась с местными жителями. Принцесса Уэльская предстала в длинном темно-зеленом пальто Александер Макуин, которая подчеркнула ее тонкую талию, и трикотажном платье кремового цвета от бренда Виктории Бекхэм. Элегантности образу добавили коричневые сапоги из замши. Сейчас Кейт Миддлтон активно готовится запустить программу Shopping Us, формирование нас, посвященную раннему детству. Она намерена подчеркнуть важность первых пяти лет развития детей для их последующей жизни. За это время мы закладываем основы и фундамент для жизни. И это происходит тогда, когда мы учимся понимать самих себя, понимать других и понимать мир, в котором мы живем, объяснила жена принца Уильяма. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!